Вы смотрите RTVI, с вами Мариана Минскер. Здравствуйте, это программа «Выдержитесь». И сегодня мы вместе с экспертом РБК Яном Мелкумовым поговорим с экономистом, экспертом замминистра экономического развития России, а ныне президентом партнерства «Новый экономический рост» Михаилом Дмитриевым. Михаил, как вы расцениваете арест Майкла Калви и влияние этого дела на инвест-климат в России? Безусловно, в международном деловом сообществе накопились большие исторические опасения по поводу объективности и непредвзятости российских судебных и правоохранительных органов. И любое такое событие, оно, безусловно, настораживает инвесторов. Так что для привлечения иностранных инвестиций в Россию это событие является фактором неблагоприятным, особенно на фоне того, что только-только Россия восстановила международный инвестиционный рейтинг, и многие инвестфонды, да и прямые инвесторы начали внимательнее присматриваться к нашему рынку. В этот момент такого рода события, безусловно, сказываются на настроениях инвесторов негативно. А начали внимательнее присматриваться к нашему рынку иностранные инвесторы, несмотря на санкции? Ну, пожалуйста, например, вопросы инвестиций в инфраструктуру традиционно в концессиях участвуют европейские инвесторы, например, итальянцы, и более того, в целом ряде отраслей такого рода инвестиции сейчас рассматривают в международные компании. Вот я процитирую, год назад корреспондент BBC написал о вас в качестве предисловия к вашему интервью. Ну, Дмитриев известен своими предсказаниями, он спрогнозировал развитие кризиса 2008 года, политические протесты в России, банковский кризис. В общем, все сбылось, то, что вы тогда говорили, поэтому я не могу не спросить у вас, что будет в 2019-2020 году с российской экономикой, ну и не только. Ваш прогноз? Ну, что касается 2019-2020 года, то я здесь совершенно не оригинален и разделяю мне не очень многих наблюдателей. 2019 год будет хуже, чем предыдущий год, и это связано прежде всего с историей с налогом на добавленную стоимость, которая вызвала дополнительный виток инфляции и уменьшила ресурсы, которые в экономике доступны для частных инвестиций. Поэтому, скорее всего, темпы роста будут ниже 2%, но опять это временное явление, потому что в 2020 году мы можем ожидать обратной реакции. Скажется то, что весь негативный эффект введения налога на добавленную стоимость будет отработан уже в текущем году. А на будущий год начнут сильнее действовать позитивные факторы, опять если не произойдет каких-то экстраординарных внешних событий, типа резкой эскалации международных санкций или дополнительного глубокого падения цен на нефть. При прочих равных, во-первых, перестает действовать эффект НДС, и произойдет очередное снижение уровня инфляции, а если так, опять возникнет возможность для снижения процентных ставок, и это открывает более широкие возможности и для инвестиций, и для роста спроса населения на жилье, потому что ипотека будет дешеветь, и в целом для оживления спроса в российской экономике. Но кроме этого начнет сказываться и влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда, потому что в ближайшие два года количество выходящих на пенсию людей резко сократится, и они останутся на рынке труда. А в последние два года, начиная с 2017 года, рынок труда испытывал обострившийся серьезный дефицит предложения, реально не хватало рабочих рук, и это сказывалось на том, что темпы роста заработной платы очень быстро опережали в целом темпы роста доходов и потребления. То есть бизнес вынужден был платить, грубо говоря, переплачивать за любую дополнительную рабочую силу, потому что ее просто стало резко не хватать. Все это на фоне снижения численности экономически активного населения под влиянием демографических факторов. Вот изменение пенсионного возраста сейчас эту тенденцию сильно задармаживает, а это значит, доступность трудовых ресурсов улучшается. И это опять в 2020 году сильно поможет нормализации ситуации. Кроме того, в 2020 году мы можем уже ожидать начала действия спросовых эффектов от реализации приоритетных национальных проектов. А это огромные деньги, исчисляющиеся процентами валового внутреннего продукта, которые будут стимулировать как внутренний спрос, так и инвестиции. И в 2019 году их влияние будет еще очень ограничено, потому что проекты только-только утверждаются и начинают запускаться. А в 2020 году их влияние будет более масштабным. И что это значит, что в 2020 году нас ждет экономический рост, и все наконец-то заживут хорошо в России? Ну, один год экономического роста мало, что значит в условиях, когда у нас не было экономического роста уже примерно в течение 10 лет. Точнее он был, но он сильно прерывался серьезными спадами, и в целом экономический рост был мизерным. Но в любом случае следующий год будет благоприятным. Мы можем ожидать не радикального, но заметного ускорения темпов роста, я думаю, на 1-1,5%. И они могут приблизиться к 3%, если не произойдет ухудшение международной конъюнктуры. Ну да, при прочих равных. Да, при прочих равных условиях. Но все риски нашей экономики, они как раз начинаются ровно с конца 2020 года. И этот предположительно позитивный, благоприятный для нас 2020 год, это будет временной передышкой перед гораздо более серьезными испытаниями. Я не хочу сказать, что это будет обязательно буря, но российской экономике придется нелегко, как и любым экономикам стран-экспортеров, завязанных на мировые рынки сырья. То есть там будут возникнуть проблемы с нефтью? Проблемы возникнут в целом с более глубоким торможением мировой экономики. Это торможение уже обозначилось сейчас, но сейчас оно скорее обозначилось в сознании экспертов и аналитиков, которые видят признаки ухудшающихся трендов. Но после 2020 года все это с высокой вероятностью превратится в реальность, либо в сильное уменьшение темпов роста мировой экономики в целом, либо в спад как минимум крупнейших развитых стран Соединенных Штатов и Евросоюза. И триггером для этого может послужить исчерпание астероидного эффекта налоговой формы в Соединенных Штатах Америки, которая поддерживала рост на протяжении практически трех лет. Но к 2020 году эти эффекты будут практически полностью исчерпаны. И 2021 год – это год, куда американская экономика войдет, по сути дела, на закате очень длинного периода экономического роста на фоне накапливающихся структурных диспропорций. И это может вызвать циклический экономический кризис. Рецессия в американской экономике, вы считаете, наступит в 2021 году, потому что многие прогнозируют раньше, в 2020. В 2020 году все еще будет оказывать поддерживающее влияние эффект налоговой реформы в Соединенных Штатах. И вероятность кризиса в таких условиях гораздо меньше. Для этого должно что-то реально очень плохое произойти, например, на финансовых рынках в Соединенных Штатах. Но многие ждут. Чтобы запустить экономические кризисы. Многие ждут обвала после 10-летнего роста. Но это более вероятно именно после 2020 года, когда фундаментальные основы экономического роста, которые сейчас поддерживаются налогами, они окончательно иссякнут. Ян Геннадьевич, я думала, вы поспорите, но вряд ли, думаю, согласитесь. Нет, не совсем соглашусь. Эффект налоговой реформы уже практически почти исчерпан, потому что он был в гораздо большей степени психологическим, чем экономическим. Очень любят сравнивать с налоговой реформой Рейгана. Налоговая реформа Рейгана начиналась в тот момент, когда американская экономика выходила из спада. И у нее были и резервные мощности, и свободные рабочие силы, и так далее. Налоговая реформа Трампа проведена на закате фактически экономического цикла, при почти полной занятости, при редкостной низкой безработице. И когда цикл заканчивается, то считать, что эффект налоговой реформы будет многократным или мультипликативным, мне кажется, это чересчур оптимистично. Поэтому мне кажется, что все произойдет немножко раньше. Насчет первого, я просто не такой оптимист, как Михаил Иганович. Мне кажется, что... Насчет роста в 2020 году российской экономики? Да, насчет того, что 2020 год будет очень благоприятным. Вот для того, чтобы 2020 год стал бы годом такого решительного взлета, ну, мне кажется, для этого нужно, как бы это сказать, для этого нужно жить в другой стране, в такой идеальной России, где есть независимые суды, есть правособственности, которые охраняются законом. К 2020 году это вряд ли. И многое-многое другое, что дает уверенность бизнесу в том, что его инвестиции не будут реквизированы силовым методом, возможно, вот с такой же судьбой, как у упомянутого во имя Майкла Калби. А вот чисто на государственных инвестициях, насколько возможно вот такой вот резкий толчок, резкий рывок, не знаю, у меня глубокие сомнения. Для этого, мне кажется, тогда нужно полное государствление, знаете, как в Советском Союзе или там что-то близкое к этому. Я не буду спорить о том, начнется ли кризис в 2020 году или в 2021. Это вопрос невоятно. Я думаю, что они очень быстро нас рассудят. Но главное, в чем сходится большинство специалистов, это то, что на рубеже десятилетий неизбежно циклическое торможение в развитых странах, причем не только в Америке, но и в Европе. А проблема состоит в том, что влияние этих рынков способно очень быстро выйти за пределы экономик этих стран, потому что в целом в глобальной экономической системе накопились очень серьезные диспропорции. И главное, это потенциально переломное состояние тенденции китайской экономики, которая исчерпала период быстрой, точнее, ресурсы быстрой индустриализации. В ней накопились огромные дисбалансы. И, в общем-то, даже относительно незначительные неблагоприятные изменения у стран-ключевых партнеров Китая могут вызвать то, что Панкары называл эффектом бабочки, то есть переломить радикальным образом тенденции в Китае. Китайская экономика состоит, по сути дела, из гигантских пузырей. Пузыря инвестиционных секторов экономики, пузырей на финансовом рынке, на рынке жилья. Каждый из этих пузырей уникален и больше, чем жизнь. Масштабы инвестиционного сектора Китая – это больше, чем весь основной инвестиционный сектор и остальной экономики мира. Китай потребляет свыше половины всех основных инвестиционных ресурсов мировой экономики, включая цемент, сталь, многие виды металлов и так далее и тому подобное. И если все это начнет схлопываться, потому что слишком долго искусственно Китай поддерживал функционирование всей этой экономики, то это будет иметь масштабнейшие глобальные последствия. Нам остается только молиться, чтобы этого не случилось. Но здесь как раз уже наши прогнозы оказываются бессильны. Экономика, как наука, совершенно бесполезна для того, чтобы оценить момент, когда произойдет схлопывание того и иного пузыря на мировых рынках. Для этого экономическая наука не обладает необходимыми инструментами. Поэтому мы можем только держать в уме, что положение китайской экономики в целом крайне хрупкое, что многие экономики Азии, которые до этого развивались по китайской траектории на уровне развития Китая и чуть более высоком уровне развития, столкнулись с кризисными явлениями, которые резко шоковым порядком затормозили их развитие. И для Китая исторически такая же шоковая коррекция практически неизбежна. Вопрос только в том, случится ли она в условиях этого циклического спада или удастся оттянуть ее еще на один экономический цикл, что возможно, но не гарантированно. Экономический цикл – это 10-12 лет. То есть она произойдет в любом случае, вопрос времени. То, что это произойдет, это чрезвычайно вероятно. Китайская экономика настолько тесно взаимосвязана с экономикой остального мира, что изменение, ухудшение ситуации во вне Китая способно стать критическим событием, меняющим траекторию развития китайской экономики. И удержать ситуацию, когда возникнет большой внутренний кризис доверия к стабильности китайской экономики, китайским властям будет очень тяжело. Если рецессия в американской и европейской экономике, ну, кризис спровоцирует схлопывание пузырей в Китае, вот в этом экономическом цикле, тогда чем это грозит российской экономике? Это ее убьет? Для российской экономики это грозит серьезным и, возможно, затяжным ухудшением ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках и падением возможности продажи сырья. Китай, по сути дела, становится нашим основным клиентом на рынке нефти и очень значимым клиентом на рынке природного газа. И эти ресурсы, их продажи по-прежнему являются основным источником положительного соли нашего торгового баланса. Если возможности выручки от продаж нефти и газа падают, то ситуация с платежным балансом в России ухудшается, это девальвация и это резкое падение возможностей и потребления за счет импорта, и особенно инвестиций, потому что инвестиции очень жестко в России зависят от возможностей импорта машин, оборудования и многих компонентов, которые нужны для развития экономики. Вот для простых россиян, для зрителей, которые нас смотрят, для них это во что выльется? Это обеднение еще большее? Скорее всего, это выльется как минимум в замедление роста доходов. Скорее доходы будут стагнировать, перестанут расти, возможно, снова упадут. Как это, собственно, происходило и в предыдущих кризисах. Но опять в России не было двух одинаковых кризисов. Если, допустим, в последний кризис, 15-16 год, основное бремя ухудшения экономической ситуации упало не на бизнес и не на производство, а на население, уровень выпусков промышленности упал на 1-2%, а вот уровень доходов населения упал больше, чем на 10%. То в 2008-2009 году все было наоборот. Там было очень глубокое падение промышленности. В первом квартале 2009 года, помнится, чуть ли не на 25% год к году упал промышленный выпуск. А доходы населения ненадолго снизились на 1,5-2% и восстановились уже в 2010 году, и возобновили очень быстрый рост. Вот как это все будет развиваться в следующем кризисе, нам еще предстоит узнать. Вы знаете, вот я вначале был большим пессимистом, чем Михаил Иконыч, а в отношении Китая большим оптимистом, знаете, оптимистом в кавычках, вот как в известном анекдоте, когда пессимист говорит «хуже быть уже не может», а оптимист говорит «да может, может». Если бы Китай был чисто рыночной экономикой, то вот все, о чем Михаил Иконыч сейчас сказал, было бы действительно неизбежным, но при том в какие-то в обозримом будущем. Но Китай не чисто рыночная экономика. В Китае все-таки экономикой проявит коммунистическая партия Китая. И как мы можем судить по истории советской экономики, диспропорции при том, чтобы их заметать под ковер и загонять внутрь, могут существовать очень и очень долго. Они будут вылезать в разных видах дефицитов того или другого, но они не будут приводить к банкротствам предприятий, они не будут приводить к списанию долгов, в общем, ко всему тому, что в нормальной рыночной экономике неизбежно исправляют эти диспропорции. И поскольку для китайского руководства вопрос экономики – это в первую очередь вопрос политики, то есть они будут готовы финансировать за счет Центрального банка, заставлять рефинансировать плохие долги, если это будет в противоположной ситуации, если будут грозить массовые безработицы и социальными выступлениями. Поэтому в этом смысле, мне кажется, китайцы попытаются, я имею в виду, опять же, политическое руководство, они попытаются максимально долго и максимально плавно снижать вот эти вот пузыри, надеясь, что им сможет, что им удастся совершить мягкую посадку. Поэтому вот такого вот резкого падения, ну, как это должно было быть в рыночной ситуации, мне кажется, что не будет. А то, что будут постепенно затухать темпы роста, в этом я абсолютно согласен. И то, что это будет, естественно, для всех экспортеров сырья, включая, естественно, в первых рядах Россию, это будет серьезным негативом, тут, конечно, об этом спорить совершенно не приходится. Уникальность роли государства в китайской экономике не стоит преувеличивать. Роль государства в корейской экономике в период азиатского кризиса конца 90-х годов была очень близкой к китайской. Практически государственные чеболы, которые, по сути дела, были ведущими экспортерами, контролируя большую часть внутреннего рынка. Это была государственная плановая экономика, то, что происходило в Корее. Но кризиса она избежать не смогла, и кризис был очень тяжелым. Проблема Китая, то, что может помочь Китаю предотвратить вот эту вот очень болезненную коррекцию на ближайшем конце экономического цикла, скорее в другом. В том, что в Китае до сих пор не завершена урбанизация. В Китае все еще около половины населения живет в деревне. Это гораздо ниже, чем в Японии, в Таиланде, в Южной Корее и в других странах азиатских тиграх, когда они достигли фазы первого глубокого экономического кризиса, остановившего их экономический рост. В этом плане потенциал дальнейшей индустриализации и урбанизации позволяет Китаю быстро по-прежнему наращивать внутренний спрос путем перемещения дополнительных масс людей в города, где они оказываются увлечены в гораздо более производительную экономику. И если продолжается рост хотя бы на уровне 5% в год, для кредитного рынка с его пузырями и рынка недвижимости это значит одно. Доля плохих кредитов, того, что не рефинансируется должниками, она постоянно уменьшается в процентах к растущей экономике. Вот самое страшное для таких экономик, когда рост прекращается совсем. Когда он прекращается совсем, плохие ссуды нельзя уменьшить за счет стимулирования дальнейшего роста. И здесь, честно говоря, экономика Китая не будет ничем радикальным отличаться от экономики Венесуэлы, которые тоже пытались развивать на социалистических принципах. Но, по сути дела, как бы веревочка не вилась, всегда приходит ей конец. То есть, как бы нарушать естественные балансы в экономике можно до определенного предела, но рано или поздно наступает расплата за эти дисбалансы. И экономика Китая с ее масштабами дисбалансов, достигшими уже, в общем-то, фантасмагорических по мировым меркам размеров, она здесь находится под очень большим риском. Опять, я согласен с тем, что в ближайшие 3-5 лет вероятность того, что китайская экономика продолжит рост, она выше, чем то, что произойдет вот эта вот масштабная болезненная коррекция. Но исключать ту коррекцию сейчас уже нельзя. Все это слишком далеко зашло в Китае. Возвращаясь к российской экономике, в последние 5 лет мы наблюдаем падение доходов населения. Это не секрет ни для кого. И уже на первое место вышли приоритеты выживания. То есть люди начали экономить на еде, на продуктах. Я уже не говорю про шоппинг, путешествия, развлечения. Об этом даже речь не идет. И вот как вы считаете, это кризис уже? Мы сейчас в кризисе находимся? Кризис в каком смысле? В том смысле, если у нас экономический рост, мы находимся в циклической фазе выхода из кризиса. Экономический рост в России идет. Он достаточно устойчивый, но очень низкий. Что касается доходов, с доходами гораздо сложнее. Потому что пока в экономике первыми из кризиса начали выходить бизнесы. То, что происходило, например, в прошлом году, это астрономический рост прибыли российского бизнеса. В сырьевом секторе, по последним данным, только что опубликовано за январь-ноябрь, прибыль выросла в два с половиной раза. Точнее, в нефтегазовом секторе. В целом, в добывающих трасслях процентов на 70 или даже больше. А в целом, по экономике, процентов на 30. Зарплаты сейчас тормозятся. Хотя они росли довольно быстро, они фактически уже восстановились до кризисного уровня. А вот прочие доходы населения, они оказываются на очень низком уровне и тянут вниз уровень жизни населения. Это нельзя назвать кризисом в строгом смысле этого слова. Это уже не кризис, но с точки зрения материального положения населения это все еще ситуация неблагоприятная. Для населения улучшение жизни в целом домохозяйств еще не происходит. То есть получается, что мы только-только выходим из предыдущего кризиса и сразу же наступит новый. А как на жизнь-то? Вопрос в том, как раз не то, что произойдет в этом году или в 2020 году. Я, честно говоря, не жду ничего особенно плохого в эти два года. Скорее, все-таки тенденции будут позитивными. А что произойдет дальше? Для того, чтобы восстановить уровень жизни населения и продолжить развитие страны, нам нужно, ну, как минимум, потенциал, перспектива успешного роста до 2025 года. Без спадов и кризисов. А вот с этим-то как раз и будут проблемы. Все будет зависеть от того, насколько глубоким будет очень вероятное торможение мировой экономики, начиная с 2021 года, и как сильно оно сказаться на наших экспортных рынках. Я полагаю, что даже если произойдет падение цен на нефть и газ, и наш платежный баланс ухудшится, то вряд ли произойдет такой обвал российской экономики, который мы наблюдали в 2015 году или в 2008 году. Это связано с тем, что впервые в 2020-19-2020 году российская экономика входит в потенциальный глобальный кризис в намного более защищенном и благополучном состоянии, чем в любой из другой кризисов, который мы переживали за последние 20 лет. Два основных фактора. Первый – это внешний долг. У нас еще не было кризиса без большого внешнего долга. Не столько государственного, сколько крупных государственных компаний, банков и частного сектора. Как только происходил глобальный кризис, российским заемщикам отказывали в рефинансировании долгов. А это значит, приходилось выскребать все, что есть наличное внутри страны, в том числе валютные резервы, для того, чтобы покрывать неотложные платежи по долгам, не имея возможности занять вновь, чтобы возвращать кредиты за счет новых долгов. Каждый раз это был тяжелейший шок. Это несколько процентов ВВП, которые буквально за 2-3 квартала изымались из российской экономики. Это вызывало схлопывание инвестиций, резкую девальвацию, соответственно, схлопывание потребления и схлопывание инвестиционного потребления. И это было одной из причин болезненности кризисов. Впервые за последние несколько лет объем долгов всех внешних заемщиков России, включая государство, банки, государственные компании, частные компании, частный нефинансовый сектор, снизился. Он снижался равномерно и снизился примерно на 30%. В новых условиях, если даже внезапно рынки капитала откажут России в рефинансировании, большого оттока капитала, сопоставимого с тем, что было в 2015-2016 годах и в 2009 году, уже не ожидается. Надо сказать, что санкции американского правительства сильно этому помогли. Помогли? Ну, разумеется, потому что заимствования на внешних рынках стали гораздо более рискованными уже начиная с 2016 года. И это привело к тому, что российские заемщики стали искать альтернативных источников, в том числе на внутреннем рынке. При этом происходил рост глубины российского финансового сектора. Ну, например, активы банского сектора сейчас сопоставимы с российским ВВП. И это огромные ресурсы, которые уже используются на инвестиции. И в этих условиях российские бизнесы, российское государство оказались, в общем-то, независимы от того, что случится на мировых кредитных рынках. Поэтому одна составляющая кризисного шока уже, можно сказать, устранена. Вторая связана с нашим бюджетом. Мы всегда перед кризисом жили на широкую ногу. Это началось еще с дефолта 1998 года, когда государство подсело на дорогостоящую иглу краткосрочного долга и остановиться не смогло. В результате пришлось объявлять дефолт. В 2008 году у нас тоже был гигантский не нефтяной дефицит бюджета. То есть бюджет не был дефицитным благодаря ультравысоким ценам на нефть. И там уже многие начинали в 2008 году, если мы вспомним эту историю, прогнозировать цены на нефть на уровне 200 долларов за баррель. И под это выстраивались перспективы нашего бюджета. А в действительности оказалось, что цены могут упасть очень-очень низко. И в этих условиях вот этот бюджетный шок и бюджетное сжатие, оно крайне негативно начинает влиять на все основные процессы. Более того, в 2008-2009 году нам еще худо-бедно удалось это сдемптировать, потому что тогда за несколько лет потратили большую часть наших резервных стабилизационного фонда. И это как раз и позволило поддерживать устойчивый уровень жизни населения. Ведь тот кризис совпал с радикальной пенсионной реформой, которую проводила Татьяна Голикова. Резкий рост пенсии за счет валоризации. Уровень жизни пенсионеров не падал, а рост в реальном выражении. Это было беспрецедентно. Практически я не назову, наверное, ни одну страну мира, где бы происходило такое. На фоне тяжелого спада экономики, девальвации валюты, уровень жизни пенсионеров продолжал расти. И, в общем, это очень сильно стабилизировало ситуацию в плане уровня жизни населения. В 2015-2016 году с бюджетом ситуация была другая. Резервные фонды потратили очень быстро, но денег все равно не хватило. И то, что мы имели в последние пять лет, это, в общем-то, беспрецедентно по российским меркам. Реальные доходы бюджета за пять лет снизились на 15%. В реальном выражении. Это повлияло на все. На здравоохранение, на расходы на экономику, на образование, на социальные выплаты, на пенсии. Все это почувствовало резкое сжатие бюджетных расходов. Но зато на новый кризис бюджет выходит в ситуации бюджетного профицита, когда он четко сбалансирован, нет никаких неопределенных обязательств. В целом бюджетная система не просто сбалансирована, но 2019 год – это первый год, когда начинается и продолжится на протяжении нескольких лет, рост расходов бюджета в реальном выражении, в том числе благодаря приоритетным национальным проектам. В условиях, когда остальной мир начнет тормозиться, внешних источников роста для российской экономики в этот период может и не быть, то вот эти бюджетные расходы, они фактически накануне потенциального кризиса начинают играть роль кенесианского стимула для российской экономики за счет внутренних ресурсов. И вот этот кенесианский стимул, такого у нас еще реально не было ни разу при вхождении в один. Не все зрители понимают, что такое кенесианский стимул. Кенесианский стимул – это когда в обмен на сжатие внутреннего спроса на рынке из-за кризиса государство начинает больше тратить денег, либо центральный банк начинает больше вкачивать денег в экономику, чтобы стимулировать спрос взамен отсутствующего рыночного. И это позволяет либо существенно сократить период спада экономики, либо вообще его избежать. По сути дела, китайская экономика в 2008 году именно за счет таких методов вообще практически избежала спада. Я хотела уточнить у вас по поводу санкций. Я правильно понимаю, что антироссийские санкции помогли нашей экономике? И вот этот новый пакет, который сейчас обсуждается в США, в общем, никакой особой угрозы для России не несет? Санкции российской экономики помогли снизить риски накануне нового глобального экономического кризиса. Потому что и бизнес, и государства перестали занимать за рубежом, снизили уровень долговой нагрузки на внешних рынках. И это позволяет избежать ситуации резкого оттока капиталов из страны, когда кредиты надо погашать, а взять в долг на мировых рынках нельзя, потому что они отказывают. Это не значит, что эскалация американских санкций не может негативно повлиять на российскую экономику, потому что никто не знает пределов этих санкций. Если санкции начнут распространяться на более широкие сектора экономики, например, на экспорт нефти и газа, пока это исключается, но теоретически никто не может на 100% гарантировать, что этого не произойдет. Если начнется массовое отключение российских финансовых организаций от системы международных расчетов, это, безусловно, огромный риск, который, прежде всего, влияет на настроение инвесторов. В таких условиях и частные инвесторы, да и многие государственные инвесторы будут гораздо осторожнее относиться к планированию вложения средств в свои проекты. Поэтому риск эскалации санкций, именно неуправляемой эскалацией санкций, он очень сильно влияет на намерения бизнеса. И, безусловно, если появятся признаки того, что санкции выходят на новый виток с новым потенциальным ущербом для российского бизнеса, то это, безусловно, вызовет резкое охлаждение желания инвестировать в российскую экономику. Еще одна важная тема, которую я хотела обсудить с вами. Я вас процитирую. Ваша цитата. Очень низок сейчас интерес к политике, к политической активности и низкий спрос на социально-политические изменения в стране. Это вы говорили год назад. Это действительно так. Но почему? Почему люди, и все опросы это показывают, люди не готовы выходить на улицы и митинговать? Хотя, в общем, не все прекрасно, как мы понимаем. Почему? Что касается общественных настроений, то то, что я говорил год назад, сейчас уже не имеет... Не актуально? Полностью утратила актуальность. Год назад российское общество еще жило в трендах, которые сложились в послекримский период. И эти тренды практически не менялись. Настроения людей действительно были в целом. нацелены на одобрение внутренней и внешней политики страны. Люди как бы деполитизировались и не испытывали желания активно участвовать в общественной и политической жизни страны. И не испытывали запросы на изменения. В общем-то, несмотря на кризис, в целом ситуация с общественным настроением была очень стабильна все это время. Но буквально в течение президентских выборов это действительно совпало хронологически с ходом президентских выборов. Потому что впервые мы перелом зафиксировали в вопросе, который мы провели в конце апреля, начале мая прошлого года. Буквально сразу после подведения итогов президентских выборов. В этот момент произошел первый перелом общественных настроений. И он произошел именно в контексте запроса на изменения. Внезапно появилось желание людей, которое стало высказываться массово. Мы его выявили в наших фокус-группах, которые заточены на опережающие выявления таких изменений. Но дальше количественные опросы до истории с пенсионной реформой показало, что действительно в обществе накопился пар, который начал выходить наружу. Этот пар выразился прежде всего в запросе на быстрые и более того немедленные изменения, резком переключении интересов общества от надежды на сильную власть, которая должна все решить и в общем-то не надо им мешать это делать, к запросу на справедливость. Причем тогда, весной и летом прошлого года, люди под справедливостью понимали, прежде всего, справедливость перераспределительную, чтобы у кого-то деньги взять и кому-то отдать. И под этим соусом шла вся полемика вокруг пенсионной реформы и многие другие вопросы, которые поднимались тогда избирателями и обществом. Но это было лишь только начало. Это было первое изменение, а в октябре мы зафиксировали новый и опять очень неожиданная длина, свиток изменений. Мы думали, что весенние изменения прошлого года скорее сигналы о том, что наше общество начинает двигаться по пути популистской радикализации, которая наблюдалась во многих странах Западной и Восточной Европы, в Соединенных Штатах Америки, которая привела к Брекзиту, к выборам Трампа, чуть ли не победе Мари Ли Пен на французских выборах и так далее и тому подобное. Но внезапно осенью мы обнаружили, что российское общество оказалось полностью выключенным из этого глобального тренда популизма. Настроения людей поменялись еще раз, причем они поменялись не только в нашем обследовании, но и большое количество исследований других организаций в дальнейшем подтвердило то, что мы выявили в октябре, при том, что усилилось разочарование политикой властей, в том числе оно перекинулось с внутренней политики на внешнюю политику, которую весной прошлого года еще поддерживали, но при этом запрос на то, что надо делать, стал гораздо более ответственным и зрелым и не популистским. Нас удивило, например, то, что да, запрос на изменения этот запрос поддерживал подавляющее большинство людей, но при этом, когда мы их спрашивали, представьте себе ситуацию, вот нужно правительству нужно будет как минимум 4-5 лет тяжелой напряженной работы, в течение которой он будет терпеть лишения, и только после этого удастся серьезно улучшить ситуацию. Не готовы. Улучшения не могут быть быстрыми. Две трети оказалось готовым к такому развитию событий. Более того, что нас удивила, значительная часть людей оказалась готова терпеть такие лишения в ожидании улучшений, даже с нынешним правительством, которое, в общем-то, очень непопулярно. Вот это вот было удивительно. Но и этого мало. На самом деле резко изменилось отношение людей к их собственной ответственности за происходящее. Две трети наших респондентов, и это подтверждается количественными исследованиями, которые проводили другие центры типа Левады, они заявили, что они считают, что лично ответственны за ситуацию в стране и готовы разными способами вносить вклад в то, чтобы помочь ее решить. Например, участие в волонтерстве, участие в разного рода инициативах на местном уровне, участие в общественных движениях. А готовы, что нас, например, удивило, платить больше налогов. Мы не заставляем людей такие формулировки делать, они сами высказывают. Мы готовы платить больше налогов ради того, чтобы были решены какие-то проблемы в стране. Удивительно. Это где вы опрос проводили? Мы проводили его в Москве и в нескольких небольших и крупных городах вплоть до Красноярска. Всюду настроение одинаковое, независимо от населенного пункта, независимо от социальной группы. Это были студенты и люди среднего возраста, и пенсионеры. Небольшие различия есть, но в целом вот этот перелом произошел повсюду. Общество стало гораздо более зрело и ответственно относиться к тому, что происходит в стране. В этом плане мы наблюдаем удивительные исторические изменения в России, потому что российское общество внезапно оказалось другим даже по сравнению с обществами развитых стран, которые пока демонстрируют попытки скорее выдать желаемое за действительное, выдвигать нереалистические требования и поддерживать безответственных политиков. Здесь, в России, сейчас все происходит по-другому. И вот эта ваша фраза о том, что перемен в России хотят элиты, а население не готово, это уже тоже не актуально. Это все изменилось весной прошлого года. Причем изменилось внезапно, как это часто бывает с российским общественным мнением. Долго-долго копятся изменения, а потом происходит внезапный перемен. То есть сейчас население России готово к реформам, к изменениям и к каким-то переменам, так? Более того, люди готовы сами активно этому способствовать. Другое дело, вот каково конкретное наполнение этой повестки, это другой вопрос. Представления о том, что надо делать, у людей нет. И очень многое зависит от того, кто будет выдвигать новую повестку и усилия. Должны быть люди, которым население поверит. Пока мы наблюдаем ситуацию, когда население, ну, ситуацию кризиса доверия, когда явных людей, существенно влияющих на общественное мнение, почти нет. Люди не верят никому. И это, пожалуй, проблема. То есть люди готовы к изменениям, они готовы терпеть лишения, готовы помогать изменениям. Но что надо делать? Таких однозначных представлений в обществе сейчас нет. Это самая серьезная проблема. То есть даже Путину не верят? Ну, доверие снизилось ко всем субъектам политической жизни. Это касается и президента, и политических партий, и институтов власти, включая парламент. То есть, смотрите, если, например, Навальный тот же самый, сейчас выступит с какой-то такой хорошей экономической программой, за ним люди пойдут? Проблема в том, что Навальному тоже доверяют очень немногие. Реально нет фигур в российском обществе, которые пользовались бы таким доверием, чтобы новая повестка, новые задачи были восприняты всерьез из их уст. И кризис доверия, это, пожалуй, главное препятствие на пути того, чтобы накопившуюся энергию людей, энергию, в общем, позитивную, использовать для развития страны. А элиты готовы к переменам и к реформам сейчас? Думаю, что да. И на самом деле видно, насколько быстро развивается повестка реформ в общем довольно конструктивном направлении. Некоторые вещи, которые еще 5-7 лет назад казались из области научной фантастики, например, реформа таможенных органов по уровню эффективности внешнеэкономической деятельности, мы находились в районе 130-х мест в рейтинге «Дуэм бизнес» на уровне с несколькими африканскими странами. Сейчас мы за несколько лет, после того, как таможенные органы были переданы в Федеральную налоговую службу, переместились на средние позиции в рейтинге, в районе 70-го места. И это еще только начало. И это по таможне, где действительно назрели огромные проблемы, которые сейчас довольно успешно решаются налоговыми органами, ну, при содействии налоговой администрации, которая раньше других стала меняться в позитивном направлении. Но сейчас возникает следующая нерешенная повестка. Многие официальные лица уже говорят, что рейтинг «Дуэм бизнес», который служит для измерения административной нагрузки на предпринимателей, в этом рейтинге Россия почти исчерпала возможности дальнейших улучшений. Но есть многие другие важные направления развития ситуации в стране, которые мешают развитию экономики, по которым решений пока нет и где мы в хвосте. Особенно это касается конкурентной среды и защиты прав собственности. И сейчас фокус внимания начинает заметно смещаться в этом направлении. Решение по этой повестке пока не принято, но видно, даже если послушать последнее послание президента федеральному собранию, он начал более настойчиво говорить о прессинге правоохранительных органов на бизнес, который мешает инвестициям, создает неопределенность и сдерживает конкурентную среду. И вот в этой сфере очень много нерешенных проблем, к которым власти до сих пор не были готовы обращаться. Это касается и комплексной реформы судебной системы, и изменения роли правоохранительных органов в регулировании экономических процессов, в дальнейшем более радикальном реформировании контроля наземной сферы, создание и улучшение условий входа на рынок для бизнесов и облегчение условий выхода из бизнеса неконкурентоспособных компаний, особенно государственных, что является одним из препятствий для развития конкуренции в стране. И многие, многие другие проблемы, которые должны улучшить ситуацию в стране по ранее стагнировавшим управлениям. Прежде всего, конкурентная среда, инновации и рост производительности. В отличие от населения и от элит, то, что власти готовы к реформам, этого я, по крайней мере, не вижу и не чувствую. Но если и элиты, и люди готовы к тому, чтобы что-то менять, тогда что мешает? Кроме того, что нет человека или какой-то фигуры, которому доверяют, и сопротивление по всей видимости властей? То, качественно новой повестки реформ, которая до недавнего времени в планах органов власти не стояла. Ну и на самом деле органы власти занимались многими другими весьма полезными вещами, типа, например, улучшение рейтинга в доме-бизнес, реформа внешнеэкономической деятельности. Но здесь уже все сделано. И очевидно, что остаются нерешенные проблемы, которые, ну, как бы остались в одиночестве. Очень многое из старых проблем уже решено, а вот этот круг проблем, который мешает конкуренции, инновациям и росту производительности, связан в том числе с плохой работой институтов судебной, правоохранительной системы, системы банкротства и многих других аспектов российского рынка. Вот эти проблемы, они становятся более заметными из-за того, что другие проблемы не столь резко сдерживают развитие экономики. С одной стороны, вся готовность и население и элит к новым условиям игры, она требует некоего позитивного отношения властей. Для власти, которая находится в своем кресле почти 20 лет, сказать, мы жили до сих пор неправильно, а вот теперь мы заживем правильно, это вещь психологически и политически практически невозможная. я очень с трудом могу себе представить сколько там 66 или 7-летнего человека, который говорит, знаете, 20 лет последние что-то было правильно, но многое было неправильно, поэтому давайте вот сейчас все изменим и будем жить теперь по-новому. В отсутствие новых людей, в этом я абсолютно согласен с Михаилом Ивановичем, в отсутствие новых людей, которые придут и вызовут доверие и масс людей, и людей, принимающих решения в бизнесе, какие-либо изменения всегда, любые практически изменения всегда будут носить косметический характер. И даже самые замечательные замыслы и проекты реформ, они все равно потонут в том, что будет переставляться стулья на Титанике, условно говоря, и все будет оставаться по-прежнему, потому что сращивание властных пословомочий и собственности в России, это действительно основа российской жизни. И изменить это без новых людей невозможно, на мой взгляд. А новые люди не появятся до тех пор, пока старые не уйдут. А старые уходить не собираются в политических правовых условиях. не согласен. Если мы посмотрим на состав среднего и даже верхнего уровня российского госуправления, то он очень сильно омолодился. У нас нет старых губернаторов. Ну и что, это новые политические ремнии. Это люди с незаширенным мышлением и способные воспринимать новую повестку. Поэтому, на мой взгляд, аргумент о том, что в России некая геронтократия, как в старые бревневские времена, которая просто в разных особенностях не способна воспринимать изменения, это не совсем корректный аргумент. Что касается лидеров верхнего уровня, то, вы знаете, Владимир Путин, во-первых, еще не очень старый человек, прямо скажем. Во-вторых, он неоднократно демонстрировал способность в предыдущих периодах перемены курса довольно быстро формулировать новую повестку и часто очень актуальную. Но здесь мне вспоминается одна история, которую мне рассказали про страну очень далекую от России, страну, которой действительно назрела ситуация в коренном изменении экономической политики. Венесуэла. Это была история очень близкая, история с Боливией о эпохе начала 90-х годов. Боливия, как и многие тогда латиноамериканские страны, на волне глобального долгового кризиса третьего мира попала в период гиперинфляции. Инфляция там исчислялась миллионами процентов в год, как в Венгарской Германии после Первой мировой войны. И долгое время никто ничего не мог сделать. Потом мне рассказывали просто люди, которые из первых рук наблюдали своими глазами, как все это происходило. К власти пришел очень старый человек, президент ПАС, которому было глубоко за 70. А как он пришел к власти? Он пришел на выборах. И это был человек, который в старые времена придерживался, по сути, коммунистических убеждений. До этого был во главе страны и много напортачил, потому что пытался насадить социализм, но очень безуспешно. И вот, когда его выбрали вновь, казалось бы, совсем старого человек, который смотрит глубоко в прошлое, он сказал своим экономическим советникам, все, что я делал до сих пор, было неверно. Вот сейчас я точно знаю, что нужно делать. И через год они остановили гиперинфляцию в стране и полностью нормализовали денежное обращение, страна смогла заново развиваться. А какой был перерыв между его предыдущим президентством и последним? Лет 20. Вот через 20 лет поговорим, да? А вы считаете, Путин способен так сказать, что все, что я делал до этого было неправильно, а вот сейчас мы его сделаем по-другому? У него нет такой задачи. Многое из того, что было сделано в последние годы, можно записать в актив достижения российской власти. От, например, всего, что касалось рейтингов doing business, улучшения ситуации там, до новых механизмов стратегического управления, которые совершенствовались с каждым шагом. Сейчас мы имеем систему национальных проектов, которые совсем по-другому реализуются, чем еще 10-15 лет тому назад. И это все актив, это не нужно списывать как плохие решения, это реально довольно успешные решения. У Путина реально есть нереализованная повестка. Сейчас она сместилась в сторону плохих конкурентных условий и рисков для бизнеса, связанных с регулированием деловой среды, в том числе с правовым и силовым регулированием деловой среды. Вот эта повестка, она просто, на ней не было фокуса внимания, не более того. Это не значит, что что-то радикально делалось не так. Пенсионную реформу, которую в прошлом году провели, или так называемую пенсионную реформу, повышение пенсионного возраста, я не знаю, считаете ли вы этой реформой, я лично нет. Можно ли записать это в актив власти нашей? Да, безусловно. И, на мой взгляд, это мужественное решение, без которого страна не смогла бы устойчиво развиваться в будущем. Потому что сжатие численности трудоспособного населения, неуправляемый рост пенсионеров, был бы, как домоклов вечь, над экономической стабильностью страны. Страна постоянно находилась под угрозой отсутствия средств для исполнения социальных обязательств и недостаточного количества людей, работающих на рынке труда, чтобы платить налоги. И это не досужие домыслы экспертов. Это реально долгосрочные риски страны, которые отпугивали бы и российских, и международных инвесторов от вложения в российскую экономику. Это решение, которое надо было принять еще лет 10-15 назад. И я, когда я был заместителем министра труда в конце 90-х и заместителем министра экономики в начале 2000-х годов и отвечал за выработку пенсионной реформы, всегда наставил на том, что это надо было делать еще тогда. Это можно было бы сделать более плавно, с менее жесткой конфликтностью. Но, тем не менее, и сейчас это еще не поздно сделать. Вот лет через 10-15 это было бы уже поздно. И тогда российская экономика пожинала бы плоды чудовищной перегруженности социальными обязательствами, которые невозможно было бы исполнить. Пенсии были бы низкими, а инвесторы не хотели бы вкладывать в российскую экономику. Ну и в заключении резюме ваше. Что ждать простым россиянам, что ждать простым людям вот в ближайшие два года и потом? К сожалению, простым россиянам трудно обещать быстрого решения решения их проблем. Нам предстоит сложный и неопределенный период, когда рост доходов и зарплат будет, прямо скажем, небыстрым. Даже если будет рост российской экономики, то он не будет зашкаливать, это будет рост где-то в пределах, в лучшем случае, 2,5-3% в год и даже он не гарантирован. Поэтому единственное, пожалуй, на что можно надеяться, это на постепенное восстановление уровня потребления до докризисных значений. Отчасти этому будет способствовать в том числе торможение инфляции и снижение процентных ставок, которое позволит уменьшить бремя кредитной нагрузки на население, а между прочим кредитное финансирование потребления внесло вклад в рост потребления в прошлом году 1,5%. Это очень важный источник поддержания текущего употребления и покупки предмета вредительного пользования и улучшения жилищных условий. Вот эти факторы скорее будут работать в позитив, потому что у нас есть шанс добиться заметного снижения процентных ставок и снижения долгового бремени для граждан-заемщиков. Но в целом ожидать такого быстрого роста уровня жизни, который был до кризиса 2008 года, то есть перерывы между кризисами 2008 и 2015 годов мы уже не можем. Ситуация в экономике изменилась и скорее главными двигателями развития будет в этот период рост государственных расходов на предоставление общественных благ, часть из которых не монетизируется. Это развитие инфраструктуры, это развитие образования, здравоохранения, то, что не попадает в доходы населения в денежной форме. Хотя население ездит по дорогам и лечится, и получает, и учится в школах, но не всегда за это приходится платить в полном объеме, в соответствии с тем, сколько это стоит. И вот по этим направлениям скорее мы можем ожидать большего улучшения и развития событий, чем в плане текущих потребительских расходов на розничном рынке. Вот с этими расходами я бы не стал строить сильных положительных ожиданий. Михаил, спасибо вам большое. Это был Михаил Дмитриев, а вы держитесь. Игорь Негода.